Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в Огородных Заботах я хочу показать вам то, что собиралась сделать еще осенью. И даже видео снималось. Но куда оно делось, так оно и не было найдено. Потом уже были только желания и мечты повторно его сделать. Сейчас, в этом году, весной погода тоже не позволяет. Дожди у нас льют и льют, и непонятно что. И весны-то толком выдаются какие-то отдельные, достаточно жаркие дни. Потом страшный холод. Дождь, вот две недели сейчас, перерыв между дождем очередным вырвался. И я спешу. Даже понимаю, что через некоторое только время они начнут раскрываться, покажут свою красоту, вот эти вот наши чудные тюльпаны. Но я хочу, собственно, показать то, что собиралось. И называю свое видео «Ожидание и реальность». Насколько они пересекаются, насколько они соответствуют. И наши покупки соответствуют тому, что мы имеем в конечном итоге. И вот показываю вам вот такую вот пачку, не знаю чего, открыток, фотографии того, что должно получиться было. Значит, я в прошлом году, и я, и дочь покупали тюльпаны. И вот они были высажены на вот этой вот гряде. Как оказалось, и осенью, наверное, мы будем, или ближе к осени, будем высаживать их немного иначе. Наверное, по гуще немножечко. Ну, может быть, знающие люди что-то и подскажут. Значит, тут у нас не слишком красивая такая картина. Тут центральное отопление проходит, но уже подозносилось, и коты поизодрали. Так что на вот эту вот красоту внимания не обращайте. Думаю, что больше должны заинтересовать сами растения. Ну, вот я их пронумеровала. На грядочке, вы видите, их по 4 штуки посажено. Поэтому то количество, которое кратно 4, оно и высаживалось. Вот первый вид тюльпанов. Это вот такие клубная смесь. Но пока они еще не расцвели. И это единственные из тех, вот смотрите. Ну, понятно, что здесь 3, наверное, ростка было. Это, наверное, большой этот луковица, клубень, хотела сказать. Но вот такого я не видела, чтобы на одном цветоносе было по 3 бутона. Наверное, они расцветут не все, но тем не менее, вот это вот очень неожиданно. Вот это вот кто-то или скусил, или что-то тут такое произошло. Ну, в общем, нет бутончика. Ну, пусть наращивает клубенек. Надо сказать, что у нас достаточно холодно, поэтому какие-то вышли, выгнались достаточно быстро. А какие-то до сих пор еще сидят в земле. Не слишком тут торопятся. Так, буду сейчас вот так показывать. Так, вот следующие. Их 20 штук. Какая там Рембрандт. Значит, это вот этот вот следующий рядок. Их 5 рядков. Здесь мы видим разноцветия желто-красные, белые. Ну, вот соответствуют тому, что дано, что заявлено. Но вот таких вот, большая часть оказалась вот таких белых или молочных с сиреневыми разводами. Ну, на фотографии такого нет. Сейчас пройдем дальше. Отчитаем 5 рядочков. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот следующий рядок с желтыми такими разводиками. Да, среди указанных смесь такая есть. Но тут должны быть вот такие вот с махровым краем, рваненьким. Они, по-моему, попугайные, что ли, называются. Тут уж я ничего не могу сказать. Так, значит, их 15 штук. Значит, 12 было посажено. Три рядочка. Вот они. Вот эти зацвели самыми первыми, желтые. Было интересно наблюдать. Вот один из дней выдался такой переменно. То дождь, то более-менее утихал он. И вот раскрылись бутоны. А как только начался дождь, вот прямо на глазах было видно, как раз-раз-раз-раз-раз и собрались. Так, это следующий рядок. И вот такой желтенький, который был и в этом ряду, оказался здесь. Так, чтобы не ошибиться, еще раз. Четыре ряда. Значит, вот следующий. Это вот такие с острыми краешками. Но такой не в этом ряду цветущий. Только один он оказался точно таким же, как и вот эти вот желтые. Высокие, красивые. Ну, наверное, в каких-то местах они еще и выше оказываются. Но вот у нас наша природа позволяет дорасти только до такой высоты. Ну, высота, наверное, сантиметров, не знаю, 45-50, может быть даже. Ну, это вот этот красный. Он очень-очень красивый. Такого насыщенного малинового цвета. Вот эти вот пониже. Тот цветоносик маленький. Так, но еще раз говорю, что вот таких вот остреньких я не увидела. Так, следующие два рядочка. Вот таких вот замечательных, махровых. Но они пока еще не торопятся просыпаться. Вот они. Вот бордовые кончики, вы видите, высовываются. Но что окажется, неизвестно. Так, следующее. Это вот эти. Голливуд. Вот такая красота. Ну, из этой красоты, вот их два рядочка. Вот такие алые, оранжево-алые тюльпаны. Они очень красивые, но среди них оказался и вот такой вот белый. Он махровый. Он красивый, но не того цвета, который хотелось бы видеть. Цветоносы тоже, вы видите, достаточно высокие. Вот. Их тоже два рядочка. Так, оставляю пока. Так, вот эти пошли тюльпанчики. Так, хэппи дженерейшн. Вот это вот восемь штук. Вот они будут, в отличие от всех других. Посмотрите, какие они поникшие. Вот у них у всех головочки склоненные. Такие, как ветреницы какие-то. Так, ну, подождем, появятся или нет такие. Так, вот здесь вот 20 тюльпанов будет вот таких. Не гритта. Ну, а может быть тут два. И ширли. Вот такая белосиреневая красота. Их 20 штук, поэтому 5 рядочков. Вот они, 5 рядочков. Вот здесь, видно, попали все светлые. А вот там два бутона у нас есть. Намек на фиолетовое. Но при этом, видите, еще и не все взошли. Вот здесь вот пропуск. Значит, это вот будет вот такая вещь. Мне очень хочется увидеть, когда... Ну, наверное, все-то они сразу чистят. Все равно уже что-то отцветет. Но хотя бы какая-то часть окажется цветущей. Так, вот это вот смесь триумф. Два рядочка таких будет. Но вот они, казалось бы, должны быть, наверное, самые-самые ранние. На самом деле, вот, один рядочек. Это два штучки. И один вообще не взошел. Ну, посмотрим, что там случилось. Потом покопаюсь, посмотрю. Значит, вот эти вот самые простенькие. Пустенькие из-за всех. Так. Вот эта красота. Так, что там? Фламенко. Фламенко. Что-то испанское, желто-красное. Но пока мы этого желто-красного не наблюдаем. Пока это еще не цветет. Два рядочка. И два рядочка вот такой красоты. Так, Double Beauty. Какой-то Apple Dorn. Не знаю, как это перевести, что это значит. Но это вот такие, когда они только начали бутоны раскрываться. Ну, вот они, собственно, и были вот такими, желтыми. Теперь добавилась краснота. И вот вчера, когда они красными прямо были, вернее, раскрытыми, краснота, это вот оранжевость, краснота присутствовали. Очень красивые. Ну, в общем, на эту грядку вместилось у нас вот столько. 11 видов пион. Ой, господи, тюльпанов. А дальше есть еще один участочек. Но там совсем как-то некрасиво. Но я подойду туда и покажу, что там. Значит, там вот такие тюльпаны у нас. Гавота. Ну, их, видите, совсем понемножку. 5-3 штуки. Вот этот вот очень красивый. Хотелось бы знать, что он такой и будет. Вот такой вот попугайный тюльпан. Тюльпан триумф вот такой. Вот этот вот больше похожий на ирис. Вот, собственно, вот этот вот я и думала, что... Так, попугайный суперперот. Но вот этот вот больше на него похож. Который я показывала. Так. Лилейцветный тюльпанчик. И там у нас еще посажены крокусы. Но из крокусов вот два малюсеньких, прямалюсеньких. Вот таких вот расцветало. Сейчас там нет и намека на цветение. Вот такие еще крокусы нарциссы, которые в добрых местах уже давным-давно отцвели. Сейчас посмотрите, что у нас там. И вот такие вот ирисы, которые даже носа еще пока не показали. Ну, надеюсь, что пока. И будут думать, что все-таки мы увидим. Так, ну, наверное, больше в небо. Серое мы сейчас посмотрим. А то не слишком у нас здесь красиво. Ну, а, собственно, чего стыдиться-то? Вот то, что у нас тут есть. Ну, где-то у нас цветет клубника, которая в прошлом году из семечек выращенная. Вот такая королева Елизавета розовая. Ну, это так, попутно. Так, ну и к тем тюльпанам подойдем. Сейчас я покажу, что у соседки. Сейчас оно тоже все еще пока. Так. Не видно. Но сейчас в небо посмотрим. Самые злачные наши места. Пройдем и заглянем к соседке. Конечно, днем все равно они раскрываются. Тюльпаны. При любой погоде. Может быть, выглядят не так красиво. В общем, у нее вот такущая красота-прекрасота. Целая грядка. Вот такое разноцветие. Но мне очень хотелось бы, чтобы у нас на следующий год нечто подобное было. Подойдем, посмотрим, что здесь. Это тут ирга цветущая. Пока на нее переместится. Так, вот на этой грядочке у нас, видимо, совсем холодно. И там, если она так редко рыхленая и каким-то образом уже обработанная, обслуженная, здесь, конечно, очень много еще травы. Надо пополоть, надо прорыхлить. Но вы видите, что растения здесь гораздо-гораздо мельче, чем те, которые посажены там. Хотя все и удобрялись, и поливались. Вот крокусы. Среди них два цветших, такими молочными, либо как цвет топленого молока. Но они совсем еще маленькие. Я не думаю, что это такие совсем ранние растения. Не думаю, что тут еще что-то нарастет. Будем надеяться, что хоть луковичка нарастет. А вот эти вот тюльпаны здесь вот посильнее. Вот что-то откроется. Там сами видели на пакетах по три. В основном по где-то пять луковиц было. Так что это будет немного, и они все будут разные. Так, и вот они, нарциссы. Говорю, что в теплых местах они уже давным-давно оцелели. А у нас они вот только еще носите показали. Это спирея. Зацветет она в этом году. Подаренный кустик. Ну и, собственно, никаких больше я и ирисов, или чего-то еще. В общем, пока не вижу. Так что это пока только в натуральном виде ожидания. Ну и вот здесь вот, наверное, это другие крокусы, которых было 25 штук. Вот они, наверное, посажены здесь. Только вот два или три штучки было на самом краешке грядки. Ну а можно посмотреть тут вот еще. По сравнению с этим, конечно, он стоит чеснок. Но он уже на чеснок похож. Дай бог, чтобы вырос. Так что вот у всех растений разная пора, разная степень готовности, успешности в росте. Будем ждать следующего этапа цветения, более такого активного. Но обязательно, наверное, сниму. Ну всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok